Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня у нас 20 августа, закончилась рабочая пятница и закончилась рабочая неделя. День сегодня был положительный. Индекс Dow Jones прибавил 226 пунктов. Мы закрылись на отметке 35120. За сегодняшний день Dow Jones прибавил 2,3%, но за неделю минус четверть процента. Standard & Poor's 500 поднялся сегодня на 36 пунктов. 4422 был конечный результат, плюс 0,8% сегодня. И за неделю Standard & Poor's 500 прибавил 0,1%. NASDAQ плюс 173 пункта, почти 1,2% плюс сегодня. Мы закрылись на отметке 14715, но за неделю NASDAQ потерял 0,8%. Russell 2000, индекс маленьких компаний, сегодня прибавил 1,2%, но за неделю потерял 3,5%. И транспортный индекс сегодня прибавил 0,4% и за неделю поднялся на 0,3%. И сырья. Нефть закрылась на отметке 62 доллара 16 центов за один баррель. Золото 1783 доллара 90 центов за одну унцию. Серебро 2299 за унцию. Платина 991 доллар и 70 центов за одну унцию. Фунт меди стоит 4 доллара 14 долларов. Палладий 2354 доллара за одну унцию. Палладий продолжил свое движение вниз. 1 евро равен доллар .17. 5-летние госбумаги дают 0,783%. За 10 лет можно получить 1,255. 30-летние бумаги дают 1,869%. За границей сегодня Англия прибавила 0,4%. Франция прибавила 0,3%. Германия поднялась на 0,25%. И Швейцария плюс 0,1%. В Азии японский Никей минус 1%. Шанхайская биржа минус 1,1%. Гонконгский Хансен минус 1,8%. Что было главным? Инвесторы пришли к выводу, что COVID Delta хоть и существует, хоть и есть, но в какой-то момент она или закончится, или люди будут вакцинированы, или привыкнут. Более того, многие говорят, что те, кто вакцинированы, имеют вакцину, то даже если они заболевают Делтой, то это как простая простуда. Это то, что я слышу. Это не научное, это не то, что говорит доктор Гатлиб. Это то, что я слышу от своих клиентов. Из отдельных компаний Apple поднялся на 1%, Microsoft прибавил 2,5%, Home Depot плюс 2%, Nvidia поднялась на 5,1%, Salesforce.com прибавил 1,2%, Spotify плюс 5,6%, Blackstone плюс 2,2%, Palo Alto плюс процент с четвертью, Walmart плюс 9,0%, Airbnb плюс 3,4%, Goldman Sachs поднялся на 0,6%, InMode плюс 3%, Linar плюс 1,5% и Sequoia прибавила 2,2%. Крузные компании Royal Caribbean, Norwegian и Carnival сегодня поднялись, и Аэролинии поднялись, JetBlue, United Airlines, Delta и Boeing тоже сегодня были в плюсах, Moderna плюс 1% и Tesla, Moderna плюс 2% сегодня и Tesla плюс 1%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Помните, что биржа никогда не идет только вверх или только вниз, она идет и вниз, вверх, вверх, вниз. Но если вы знаете, что вы делаете, вы знаете, куда идет направление, то вы должны понимать, что вам нужно делать. И по-любому, если есть вопросы, звоните вашим консультантам или звоните к нам в Raymond James, и мы вам поможем. Всего хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, хороших вам выходных. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин